Это до сих пор Британская империя, просто немножко в другом виде. Параллели между Великобританией, США, Римом, Римской империей и Карфагеном. Американская цивилизация, это цивилизация ремейков. Так вот, взяли они, естественно, все с Римской империи. Причем не с той, которая была на самом деле, а с описанной в книгах. Рим, который в Италии, он не настоящий. Что сделали румы, когда мусульмане пришли и захватили Константинополь? Они сделали основной упор на культуру. Американцы пытаются сопротивляться, объединившись с кем? С евреями. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Во имя Аллаха, милосты и милосердного. Уважаемые друзья, снова мы с вами встречаемся. И в первую очередь хочу напомнить всем, так сказать, неравнодушным зрителям, что этот канал существует исключительно за счет ваших пожертвований. И если вас устраивает, ну хотя бы в чем-то интересно, то, что я делаю, и эта информация, которой я с вами делюсь, эти умозаключения, не приносит какую-то пользу, то не забывайте об этом. И реквизиты указаны в описании. Ну а сейчас перейдем к событиям в мире. Уже, мои друзья, ну мир живет. Мир живет, причем очень бурно. И если нам кажется, что вот сейчас какое-то движение, оно такое медленное, очень какое-то тихое, ну там тихонечко растут цены, тихонечко ухудшается какое-то положение и так далее, ну в массе своей, да, мы не рассматриваем те конкретные места, где вот, к огромному сожалению, там рвутся бомбы и происходят какие-то кризисы, пока таких мест еще немного. Ну, уважаемые друзья, вот это вот обманчивое впечатление медленности, да, вот этой заторможенности, оно не должно вводить вас в заблуждение. На самом деле собаку никто с хвостом оставлять не собирается. Просто на сегодняшний день этот самый хвост рубят по частям. Но придет время, когда либо кто-то примет решение и махнет, так сказать, топором подальше, либо просто этот самый хвост закончится. И все пойдет по нарастающей, все пойдет очень быстро. И сейчас, как я уже говорил неоднократно, все просто ждут, чем же закончится интрига с английским королем. Потому что британская элита все еще не определилась, идет очень серьезный замес, американцы вмешиваются в процесс, европейцы не сидят на месте, французы в первую очередь. Почему? Уже мы друзья. Потому что Великобритания это до сих пор британская империя, просто немножко в другом виде. И то, каким образом будет устроена власть в британской империи, будет влиять на очень многих, это относится к любому большому игроку на поляне. Ну и в первую очередь, конечно, к тем же самым Соединенным Штатам. Вы же все видели, да, вот там пришел Трамп, соответственно, какая-то группировка, которую выдвинула, да. И как изменилась политика США, а США это такой слон в посудной лавке, да. И как вот они все крутят, вертят, и мы сидим тут и ждем, что может случиться. То же самое и здесь, в Британии. Да, пока что у них там труба пониже и дым пожиже. Но все-таки это очень серьезно. Почему? Уважаемые друзья, я уже проводил параллели между Великобританией, США, Римом, Римской империей и Карфагеном. И сейчас хочу продлить эту тему. В одном из видео я сказал, что Китай это новый Карфаген. Уже, друзья, я прошу прощения за, возможно, некоторую неточность в формулировках. Дело в том, что когда я говорил новый Карфаген, я говорил не о новом во временном плане. То есть в истории древнего мира был непосредственно сам Карфаген. И в те же годы было организовано новое государство, там же на берегах Средиземного моря, которое назвали новым Карфагеном. В этом, кстати, отличие текстов, написанных на бумаге и произнесенных языком. Вот ну как, отобразишь большую букву и малую, когда их произносишь. Поэтому, уважаемые друзья, не забывайте читать мои статьи. Они выходят на электронном минбаре. А также я их дублирую на телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Заходите, подписывайтесь, читайте. Многие вещи там более конкретно оговорены именно в плане письменного формата. Так вот, Китай это новый Карфаген с большой буквы, при новом Карфагене с маленькой буквы. Который противостоит на сегодняшний день Римской империи Соединенным Штатам. И США начали третью пуническую войну. Я уже говорил, что все повторяется. Американская цивилизация, цивилизация ремейков. У американцев не хватает знаний. Когда разного рода сектанты, отступники бежали из Европы в США, в будущее США, в Америку. Они не уносили с собой знаний. Никто их не отпускал с какими-то секретами. Они уносили с собой пассионарность. Они уносили с собой заряд воли, энергии. И своего желания жить и побеждать. И они уносили с собой дух свободы. И вот именно это определяет суть Соединенных Штатов. Дух свободы, невероятное трудолюбие, упорность. И надо признать страшную совершенно жестокость, которыми отличаются сектанты любые. И отсутствие знаний. Но в силу того, что вот эти ребята чрезвычайно уперты, они поступили очень просто. Они стали брать проверенные рецепты, которые уже где-то отработали, и повторяют их один к одному. Вот, кстати, когда я говорил, что Советский Союз – это отражение Соединенных Штатов, как таковое, да, то вы можете убедиться, вот Сталинская империя, она ведь тоже была построена ровно на этом. Троцкий, когда уже был депортирован из Советского Союза, он шипел и плевался там у себя в Мексике, в бессильной злобе, и говорил, что Сталин, обладая колоссальными запасами воли, или резервами воли, я уже деталей не помню, при этом совершенно лишен воображения. Да, можно Троцкого ругать и обзывать как угодно, но тут он совершенно прав. Сталин не обладал воображением. Почему? Потому что у него не было знания. То есть под словом воображение, конечно же, подразумевался определенный запас знаний, на базе которых можно сформировать что-то относительно новое. И поэтому Троцкий говорил, что Сталин берет идеи у других. Ну, в данном случае он имел в виду Гитлера, да? Ну, это действительно так. Многие идеи взяты в Советском Союзе от гитлеровской Германии. То есть, вот посмотрите, вся пропаганда, она, собственно говоря, была советская слизана с германской, да? Все эти марши, фильмы и так далее, и так далее. Ну, что ж, ничего в этом плохого-то нету. Это же классно. Взяли у протенциального противника что-то, творчески, так сказать, переработали, использовали у себя и получили с этого какую-то прибыль. Ну, это же здорово, это отлично. Точно так же не стоит ругать и американцев. Да, они используют то, что утащили какую-то часть знаний, они используют то, что увидели у обладателей знания, и очень методично, старательно добиваются внедрения этого в жизнь. И поэтому, когда мы рассматриваем Соединенные Штаты, их политику, их движение, мы обязательно должны найти образец, с которого они все берут один к одному. Так вот, взяли они, естественно, все с Римской империи. Причем не с той, которая была на самом деле, а с описанной в книгах Римской империи. Потому что они же не обладают знанием, они могут только взять и прочитать, как кто-то написал, и вот именно это взять за образец. И они взяли. И используют, и идут с железной неотвратимостью. Они ввязались в Первую мировую войну, сделав ее Первой пунической войной, обозначив своего главного противника, Карфаген, в виде Британской империи. Почему Британия это Карфаген? Потому что это тоже великая торговая империя. Торговое, ключевое слово, которое опутало весь мир своими кабальными торговыми договорами. И контролируя мировую торговлю, она этот самый мир контролировала и подчиняла своим желаниям, своим корыстным интересам. Вот в чем был смысл Карфагена, великой торговой рабовладельческой империи? В этом же смысл Британской империи. При этом нельзя говорить, что в Риме рабов не было. Но это была империя, основанная в массе своей на обладании землей. То есть то, что потом разного рода наши, даже не знаю, какое там цивилизованное слово подобрать, ученые-политологи там назвали борьбой между цивилизацией моря и цивилизацией земли. На самом деле, конечно, нет отдельной цивилизации моря, отдельной цивилизации земли. Все это притянуто за уши и искусственно. И та же самая цивилизация земли Соединенные Штаты прекрасно использует морские просторы. А Великобритания использовала гигантские территории суши, добывая там все, что ей надо. Любые ископаемые в той же самой Индии, на Ближнем Востоке, в той же Америке, до того момента, когда откололись североамериканские Соединенные Штаты от Британской империи. То есть, это все скручено и взаимосвязано. Но главный упор все-таки на небольшую метрополию, окутавшую весь мир паутиной своих торговых связей и сетей, и огромная территория, которая опирается во многом на свою внутреннюю промышленность. И использует те же самые торговые связи. Вот разница. Это Рим, а это Карфаген. И вот Великобритания это Карфаген, США это Рим. И они, используя именно эти аналогии, победили в Первой Пунической, в Первой мировой войне. США отказались от политики изоляционизма, отвергли доктрину Монро и вышли на большие просторы. После этого пошла тема дальше. Вторая Пуническая война, Вторая мировая, когда США, Новый Рим, громят Карфаген окончательно. И оккупационные войска входят на территорию метрополии непосредственно. Американские солдаты появляются на Британских островах. Все, это оккупация. Чего бы там ни говорили, какими бы словами ни прикрывались, оккупация, она и есть оккупация. Солдаты с ружьями пришли и кормят себя сами. После войны, которую Британия проиграла, и не немцам, и никому-нибудь, а американцам, Карфаген стал восстанавливаться. И сейчас начинается Третья Пуническая война. Карфаген подготовился к ней, он создал новый Карфаген. Он провел несколько каких-то блестящих совершенно торговых операций. Поднялся в плане материальном, купеческом и так далее, и так далее. Но армия у Рима гораздо круче. И база промышленная тоже круче. И Новый Рим небезосновательно собирается выиграть Третью Пуническую войну, которая начиналась именно как война торговая. И сейчас началось то же самое. Трамп уже развязал Третью Пуническую войну, начав торговую войну с Китаем, с Новым Карфагеном. Все, процесс пошел. Осталось совсем немного до того момента, когда сначала будет атакован Новый Карфаген, а потом уже по плану Рима должен быть окончательно уничтожен и срыт с лица земли Карфаген основной. Однако, уважаемые друзья, вот здесь надо понимать, что политика ремейков, она всегда имеет свое завершение. Потому что в одну и ту же реку нельзя вступить дважды. И американцы снова пытаются войти в эту реку. И у них не получится, скорее всего. Знаете почему? Потому что на самом деле вот эта самая писанная история, о которой мы столько говорили, она неверная. Американцы ориентируются на неверный источник. Историю Древнего Рима, в том виде, которую преподносят нам со всеми этими противостояниями с Карфагеном, пуническими войнами, восстаниями Спартака и так далее, и так далее. Писали в новые времена. Это придуманный Рим. Да, придуманный умными и талантливыми людьми. И очень близкий к оригиналу, потому что основывался на действительно реальных событиях, которые просто происходили в другом месте и в другое время. Но это все равно придумано. И если ты опираешься на отражение, то рано или поздно маленькое искажение, которое закралось во время этого самого отражения, оно погубит все дело. Уважаемые друзья, Рим, который в Италии, он новодельный, он не настоящий. Истинный Рим – это Константинополь. А Рим в Италии начали поднимать во времена Папы Римского Александра VI Борджия. Именно тогда были найдены вдруг, совершенно неожиданно, все вот эти огромные залежи древнеримского искусства, зодчества и так далее, и так далее. Вот в чем вся фишка. Именно ехуды начали делать Рим как таковой, для того, чтобы обосновать свое присутствие там. Но не вышло. Тогда перехватил западный проект, перехватили в первую очередь французы. Западный проект подмял под себя, и ехудам пришлось срочно заниматься созданием евреев как таковых, чтобы выжить банально. Я говорил об этом неоднократно. Смотрите мои видео про евреев, и худейские проекты и так далее. Про итальянские войны, те же самые. Поэтому американцы обожгутся на это. А вот англичане берут за основу то, что было на самом деле. Они идут по румским следам, по румским лекалам, по румским технологиям. Что сделали румы, когда мусульмане пришли и захватили Константинополь? Они осуществили исход на заранее подготовленные рубежи. То, что описывал Толкин в своем «Властелине колец», как эльфы отплыли туда, за море. Вот эти самые эльфы уплыли в Италию, взяв с собой Бильбо Беггинса, но оставив Фродо там, в Хаббитане. И вот они ушли в Италию и там сделали города-государства, распределив знания между ними, каждому по кусочку, всем сестрам по серьгам, не концентрируя их в одном месте, как это было в Константинополе. Опыт показал, что это самое Кащеево яйцо не должно быть на виду. Оно должно быть спрятано, размазано. Заяц в одном месте, утка в другом, яйцо в третьем, а иголка в четвертом. Они сделали так, распределили. И вот это знание с тех пор, оно подконтрольно в большей части румам, чем даже западному проекту. И уж тем более следующему отражению новому Риму Соединенным Штатам. Вот вся проблема США на сегодняшний день. И англичане использовали именно эту румскую технологию. Чем занимались римляне в борьбе с западом? Они сделали основной упор на культуру. Кто устроил ренессанс в западной цивилизации? Флоренция в первую очередь. Возрождение. Возрождение чего? Древнегреческих пастухов? Нет. Возрождение истинно римской традиции. Вот в чем была фишка. И именно этим занимаются британцы. они поняли что вся мощь индустриальной промышленной сельскохозяйственной земледельческой империи суши не способна противостоять высокодуховным измышлениям разного рода писателей певцов и менестрелей. Чрезвычайно большая тема. Началось кстати все опять-таки с халифата. когда рушили халифат запустив философию эпоха переводов и так далее и так далее я об этом говорил иншалла буду говорить но сам факт что вот когда меняли западный проект то поменяли его именно по культурной линии. Тем же самым сейчас занимаются англичане. Они долбят и долбят американцев по культурной линии. Американцы пытаются сопротивляться объединившись с кем? С евреями. Все дело в том что американская цивилизация повторяюсь это цивилизация ремейков и они не могут придумать сами они привлекли евреев. Как Сталин привлек Гитлера в свое время использовал его американцы используют евреев. Посмотрите да Голливуд там огромное количество евреев. Во всех там художественных каких-то вещах из того что двигают Соединенные Штаты гигантское количество евреев. они пытаются противостоять культурной экспансии из Лондона экспансии из Хайфы. Но одному там и точно наваляем. Сайфы с тобой! Хайфа! 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 Но они не смогут противостоять долго англичанам. Они проиграли в 60-х годах. Я на эту тему наверное напишу статью иншаллах. Ну просто вот в двух словах буквально. Представляете победа она выражается в новом стиле США. Это тотальная радость. Это молодость. Это порыв души. Это супер какие-то прически. Это яркие одежды. Это свобода. Это разговоры. Это песни. Это великое будущее. Это Элвис Пресли. И что мы видим в 60-е? Мы видим группу Animals в 64-м году. Лидер всех хит-парадов. Как ему этому парню главному герою песни тяжело живется в Новом Орлеане. И у него нет будущего. И он видит как все люди гибли в этом доме восходящего солнца. Это 64-й год. Это пик могущество Соединенных Штатов. Это абсолютная казалось бы победа. И такие настроения. Но если мы поймем откуда этот animals взялся. Эти животные. Из Лондона. Группа английская. Бетлы из Англии приехали. Вот тогда англичане повторили дело румов и победили США на культурном поле. Они совершили культурную контрреволюцию. Как ответ на ту культурную революцию, которую устроил условный Элвис Пресли. Посмотрите чем закончил Пресли и чем закончили те же бетлы. Все так сказать сэры лорды пэры. Американцы с помощью евреев сопротивляются. Но еще раз говорю. Не получится. Знаний меньше. Во-вторых евреям тоже это не нужно. У евреев свои планы. Они сейчас будут возрождать проект ехудийский. И Америка им для этого не нужна. Использовав США, они их попытаются кинуть. И кинут. Все будет нормально. Вопрос в том, что насколько смогут этому сопротивляться американцы. Очень интересно. Будем посмотреть. Как говорится. И не забываем. о том, что по ссылочке приведенной внизу можно приобрести хорошие сим-карты. Переходите на велический образ жизни. Устраивайте себе хорошую связь. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракет.